Друзья, а перед просмотром моего ролика я бы хотел вам настоятельно порекомендовать КВ-клан моих давних знакомых, Темплиеров. К себе они принимают людей старше 18 лет и прокачки ТХ-9. Более подробные правила вы сможете посмотреть в шапке данного клана. Их хэштег вы найдете в описании к данному ролику. Всем огромный привет, ребят! Это у нас игра Clash of Clans, и сегодня я бы хотел немножко поиграть на моем втором аккаунте Миксом, который вспомнят, наверное, только олдскулы, потому что использовался он действительно крайне давно, и, наверное, сейчас его никто не юзает. Этот Микс выглядит примерно вот таким вот образом. Его основа, как вы могли уже заметить, чисто хоги. И раньше, в далеком, наверное, 2014 году, люди даже и представления не имели о том, что к этим самым хогам можно, например, брать Големов, Валькирии, чтобы получался тот же самый Гоу-Хо, Гоу-Вахо, Гоу-Вало, и, соответственно, атаковали чисто так, хогами, и брали с собой немножко магов, немножко лучиц для зачистки и уничтожения юнитов из крепости клана противника. Как-то так раньше это работало, и, в принципе, зачем я вас сегодня тут собрал? Я, ребят, хочу посмотреть на то, рентабелен ли в данный момент, в нынешнем Clash of Clans данный Микс. Поэтому давайте я пока поставлю ролик на паузу, получу подходящую базу в поиске, ну и, соответственно, буду продолжать записывать данный видосик, ну и глянем на что способен данный Миксецкий. Ну что, ребят, вот я и подыскал первую базу для нашего сегодняшнего нападения, ну и первым делом, атакуя таким Миксом, нужно проверять юнитов крепости клана, потому что, если их не проверить, то атака может пойти на смарку и не проконать. Тут такое, что, ну, начнем бой хогами, а дальше как-нибудь убьем. Здесь нужно обязательно выманивать юнитов из КК, поэтому давайте посмотрим, есть ли там что-либо. Скину, в общем, колдуна, и, как мы видим, там, насколько я понимаю, всего лишь один гигант. Давайте я сразу же накину трех колдунов, по идее, их должно с головой хватить. Да, его с головой хватает, чтобы его отработать, поэтому, ребят, четенько. Ну и нападать, наверное, будем с вами, допустим, с этой стороны и выпуская хогов именно вот в такую вот линейку. И теперь самое главное, грамотно раскидывать баночки. Давайте первую уже кинем здесь, потому что там у нас как бы хоги подорвались. Вторую, наверное, брошу тут, а то там визард. Их довольно больно бьет, кстати, вот в правой секции, где мы с вами словили первую бомбу, там мы поймали еще и вторую, поэтому это тоже нужно учитывать. Хогов с крепости клана также, пожалуй, выдам еще, наверное, здесь, при собачьем последней хилы. Кстати, меня немножко пугает то, что я уже раскидал все мои банки. И... А, не, погодите, я хотел сказать, я уже раскидал все мои банки, но при этом не спалил все его ловушки. Но нет, вроде как в последний момент эти самые все ловушки я спалил, то бишь последнюю гигантскую бомбу в этой секции с королем мы с вами подорвали, поэтому ничего страшного нет. Далее с помощью поезда вытравливаем его короля, скелетиков. Потом Хоги, соответственно, после сноса всего дефа на базе, его убивают, и мы благополучно валим короля, и теперь препятствий для того, чтобы взять с данной базы три звезды у нас нет абсолютно. И, как вы могли заметить, первая трешка залетает просто на язычах, несмотря на то, что база вроде как могла казаться страшной, особенно в далекие времена 2014-2015 года, потому что база с дырками, вся фигня, куча мест, где могут находиться и ловушки, и все прочее. Да и тем более, поезда раньше не было, поэтому сейчас куда проще стало атаковать данный миксум, и поэтому трешку с этой базы взять труда не составило абсолютно никакого, так же, кстати, как и довольно большое количество ресурсов, поэтому моей первой атакой я доволен, буду надеяться, что вы тоже. Ну что, как обычно, время не тянем, ставлю ролик на паузу, когда нахожу базу, вновь подрубаю запись. Такс, ребят, еще одна очень даже неплохая база, которую я также хочу попытаться снести на трешку, поэтому давайте попробуем. Буду надеяться, что если я выдам тут двух свиней, то они, в принципе, дотянутся до крепости клана, вернее, до его радиуса, и если я все правильно понимаю, в каком у него ничего нет. Надеюсь, что оно так и, соответственно, и является, поэтому давайте атаковать. Хогов я высаживаю именно с той же стороны, откуда и пытался выманивать юнитов из крепости клана, почему бы и нет, ну и давайте уже буду брать в руки баночки хилы, и, соответственно, скидывать их, как я понимаю, в нужные места. Предлагаю первую присобачить где-нибудь тут, на вот эту вот толпень хогов, а вторую, соответственно, баночку я скину, наверное, знаете, где-то, допустим, вот здесь, потому что есть большая вероятность того, что там какие-нибудь бомбочки гигантские окажутся, куча всего неприятного. Одну, кстати, мы уже поймали со стороны короля оппонента, поэтому нужно быть поосторожнее. Вот, там же и словили вторую, но ту группу хогов я хилить абсолютным желанием не горю, лучше уж, так сказать, до конца буду играть с той, что сейчас бежала, ну и до сих пор бежит по правой стороне. Также давайте скину отсюда, соответственно, хогов на уже помощь тем, что уже, как вы понимаете, присутствует на карте. Буду сейчас всячески стараться вытравливать его короля банками поезда, в первую очередь не для того, чтобы нанести какой-то урон, а чтобы он замедлился. И вот та самая бомба вторая, получается, по счету, которую мне так очень бы не хотелось поймать, но все равно мы на нее с вами нарвались. И честно вам сказать, ребят, не уверен я то, что успеют наши и так полудохлые хоги забрать у него короля, да, ребят, оно так все и произошло, короля мы у него убить не успели, и шанс того, что получится трешка с этой базы с каждой, соответственно, секунды и все меньше и меньше, потому что у него до сих пор жив король, мне нужно снести кучу зданий, которые, в первую очередь, жирные, я сейчас говорю про хранилища, у них очень много хп, и на это все дело у меня есть всего лишь 9 колдунов уже, 10-й только что вылетел, и непрожатый король. Не знаю, справятся ли они, не справятся, то бишь нужно пробить действительно много, как таковых заборинок, шанс есть, он, безусловно, присутствует, но он невелик, и в этом основная загвоздка, но все равно, ребят, сдаваться я абсолютно не намерен, поэтому давайте стараться. Думаю, сейчас уже совсем скоро можно будет прожать нашего королевича, но пока торопиться это делать я не буду, и все-таки, ребят, вот в таких атаках, когда все ваши хоги просто-напросто помирают, уже начинает действительно решать король. Давайте я его, собственно, уже буду проживать, чтобы он помогал нам справляться с его кингом, всячески халповал, и надеюсь, что вырубит он его довольно быстро, да, ребят, так оно и происходит, и сейчас король, оставшиеся маги и варвары залетят быстро в центр, и, соответственно, смогут добить его базу до трех звезд, и буду надеяться, что мне даже вот эти вот скелетики из его шкафчика не помешают, да, вроде как не должны, поэтому, ребят, это наша вторая трешка за сегодня, хотя был шанс того-то, что мы проиграем, но все-таки король, когда он у вас прокачан, и очень много чего значит, да еще и маги очень тоже хорошо вписались в общую картину, благодаря которым мы и получили, кстати, вторую трешку за сегодня, что я, в принципе, очень хотел бы вам сказать, и, безусловно, отметить. Тогда давайте, ребят, мы с вами поступим, в принципе, как обычно, как только у меня доварятся недостающие юниты, в крепость клана придут Хоги вместе с Пойзоном, противник в поиске найдется, и я, как обычно, вновь подрублю запись. Ну что, ребят, третья база по счету, на которую мы с вами будем нападать, выглядит вот таким вот образом. Опять же, прокачка годная, король сильный, и расстановка очень даже ничего против Хогов будет самая то, потому что куча дырок в базе, и фиг пойми, где ожидать гигантскую бомбу. Поэтому давайте нападать. Первым делом, как обычно, выманиваем юнитов из крепости клана, по крайней мере, смотрим, есть ли они там, и да, мы, ребят, там обнаруживаем с вами шариков, поэтому давайте будем стараться их сейчас с вами вырубать, на это дело у меня есть колдуны и банки поезда, чего, я надеюсь, мне должно хватить. Так, там колдун потихонечку подбегает, но, скорее всего, его сейчас обработает башня лучниц, да, так оно и происходит, поэтому я беру и скидываю второго мага, и также давайте попробую хелпануть поезда. Мы, наверное, еще скину колдунов, раз есть такая возможность, как бы все поезда тратить не хочется на все это дело, потому что хотелось бы их оставить, ну, его, вернее, последний поезда оставить чисто на то, чтобы вытравить его короля, и не позволять особо-таки жестко лупить. Баночка хила, не забываем брать ее под руку, и, соответственно, первый уже залетает тут, у ее много хогов довольно погибло, уже успели даже на вторую баночку, вернее, бомбочку, вот так вот скажу нарваться, что не особо круто, давайте скину очередную банку, она, я думаю, не будет лишней, и, соответственно, теперь дожидаемся момента, когда можно будет скинуть хогов из крепости клана, и вроде как этот момент наступает, и скидываю я их именно отсюда, на вот эту вот башню лучниц, что, я надеюсь, будет очень даже кстати. И теперь осталось только самую малость подождать, и, наверное, последнюю баночку хилы я скину как раз тут, там же добавлю еще поезд, на то его король как-то уж слишком распоясался, слишком жестко он по нам лупит, и мне это абсолютно не нравится. Ну и также давайте тут я еще и добавлю, так сказать, до кучи своего короля, который сейчас будет все это добро быстро минусовать. Его король прямо из одной части карты постоянно бегает в другие какие-то, что меня не особо-то и радует, потому что, ну, что-то как-то вообще непредсказуемо, молодой человек фиг знает, как с ним бороться, но надеюсь, что хоги или колдуны сейчас его немножко, так сказать, остановят, потому что давно пора. И вроде да, колдуны уже занялись этим делом, уже он там пытается убежать, колдуны вроде как это видят, и, соответственно, пытаются его стопорить, что-то как-то не особо у них это получается, он постоянно куда-то пытается удрать, но вроде сейчас мы его настигли, и опять же колдуны не попадают, но вроде все, наконец-то вырубили, это свершилось, нас можно поздравить. Ну и, собственно, куча хогов, короля, оставшиеся маги сейчас спокойно добьют данную базу до трех звезд, и нам ничего не помешает, потому что ни одного защитного сооружения не осталось, по-моему, на базе находится где-то еще одна гигантская бомба, ну где она, я пойду... А, нет, стоп, вот же она взорвалась, что-то я как-то не заметил, все, теперь абсолютно никаких препятствий я не вижу, я раньше думал, что где-то еще бомба гигантская одна находится, но только сейчас обнаружил то, что она вот взорвана была не так давно, поэтому все как бы четко, все на мази, и треха нам обеспечена. Осталось доломать только вот этот вот домик строителя, к которому уже несется король, и без него Хоги, Варвара, ну и колдуны вон пытаются пробить забор для того, чтобы как можно быстрее так же прибежать, так сказать, на помощь, ну, как ЧПД, все дела, ладно, не суть. Короче, доламываем его домик строителя, получаем трешку, третью трешку, масло масляное, ну ладно, короче, не суть, третья трешка за сегодня, что не может не радовать. Ну что, ребят, давайте тогда наши, соответственно, сегодняшние бои закрепим в последнем, поэтому ставлю на паузу, жду базу и подрубаюсь. Ну и последняя база на сегодня, на мой взгляд, самая топовая. Забор, герой, деф, все на максимальном уровне, поэтому давайте попытаемся ее снести. Ой, заборинка одна не прокачана, я тут уже сказал, что все прокачано. Ладно, не суть, будем считать, что обобщил. Короче, выман КК. Начинаем с этого, как обычно, поэтому скидываю отсюда Хога, и в КК у него, ребят, что-то сидит, поэтому нужно сейчас будет самую малость попотеть, повыманивать всю эту дичь, и, блин, там много всякой мелочи, что не особо такие круто. Давайте вот, я не знаю, на этот краешек, что ли, сманим, и сразу же попробуем все это добро, наверное, уже вытравить двумя поездами, мне кажется, одного здесь, ну, крайне не хватит, уж слишком много там всякой фигни. Поэтому два поезда, соответственно, прилетело, и вроде как все мы с вами завалили. Ну и теперь пора оттачить, как же без этого выпускаем Хога с той же стороны, откуда и выманивали юнитов из крепости клана, почему бы и нет, поэтому теперь остается просто-напросто вовремя скидывать баночки хила. Так, где же можно было бы присобачить первую? По-моему, вот тут, она ляжет отлично просто, только что-то, по-моему, туда никто не бежит, кроме одного Хога, который подорвался на бомбе, и хилить его как-то, как такового смысла особо-таки не было, поэтому, ну, не знаю, вроде как там немножко Хогов уже бегает, после того, как я скинул хил, после того, как они там что-то поломали, и это, в принципе, неплохо, я вот что хочу вам сказать. Ну и, скорее всего, последнюю баночку я скину где-нибудь здесь, на вот этих вот свинюшек, и еще и вот тех, которые по той стороне, соответственно, бегают. Да, вот эта вот именно банка хила, которую я выдал последней, она оказалась тоже очень даже, кстати, и, по-моему, все банки, что я выдал, они как раз четенько легли под взрывы его бомб, соответственно, так сказать, угадали мы, где они взорвутся, где они будут находиться, и я считаю, что отлично вышло просто, потому что треха нам уже теперь точно обеспечена, потому что основная загвоздка при нападении Хогами это вычислить, где же у оппонента находятся гигантские бомбы, и именно в то место на опережение желательно. Можно, конечно, и немножко подождать, пока ваши Хоги взорвутся, а потом уже скинуть хил, но это не особо желательно делать, потому что это рискованно, так как может бомба взорваться, ударить сразу же Визард, и все, как бы ваших Хогов не будет, нафиг оно нужно. Поэтому лучше скидывать, так сказать, префайром заранее, и здесь самое главное предугадать, где эти бомбы будут находиться, и это самое такое, знаете, прям ювелирное в нападениях, и тут мы с этим справились на ура. Поэтому, ребят, наша последняя, уже четвертая атака также прошла просто великолепно. Все сегодняшние атаки, что я проводил, были записаны друг за другом. Без вырезок неудачных боев и прочей дичи, мы сегодня справились. Как вы сами видите, все три нападения, что я провел, мы проводили с вами одновременно. Поэтому сегодняшним выпуском я просто неимоверно доволен, и какой вывод мы можем сделать. Играя, допустим, в нашем случае, на таунхолле восьмом, против таких же таунхолов восьмых, можно абсолютно спокойно бодаться и брать эти базы на трешки. Соответственно, бывают исключения. Исключения бывают в том плане, если у противника прям-таки действительно крайне жесткая анти-трешка со сдвоенными бомбами и прочим делом, тогда уже действительно либо стоит взять микс посерьезнее, типа гу-ва-хо или что-нибудь такого, или же просто-напросто четко все продумать, стактиковать и сделать все по красоте. И тогда трешка вас также будет ожидать. К сожалению, такие базы мне сегодня не попали, чтобы можно было посмотреть на то, как я отыграю против них, но извините меня, ребята, это глобал, и раз на раз не приходится. Поэтому вот какие-то такие пироги. На этом, друзья мои, я буду подводить данный выпуск к его логическому завершению. Огромное вам спасибо за его просмотр, буду крайне надеяться, что ролик вам понравился, и если это так, то почему бы не поставить ему пальчик вверх, и я думаю, это было бы очень неплохой мотивацией для меня, как говорится, не зря снимал, кто-то оценил. Ну и, собственно, если не подписан, то почему бы опять же не подписаться на канал? У нас, кстати, будет скоро сто тысяч, поэтому давай, братан, помоги, я буду признателен. Ну и, в принципе, как-то так. Огромное вам спасибо, ребята, за то, что смотрели, желаю всем тем, кто глянул данный ролик, удачи, счастья, здоровья, везения и всего самого хорошего. Увидимся, ребят, с вами в ближайшем будущем на новом ролике или стриме. Всем, ребята, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok